В этот день, 30 января 1489 года, были впервые установлены дипломатические отношения между Московским государством и Священной Римской империей. 30 января 1730 года Верховный Тайный Совет возвел на русский престол Анну Иоанновну, племянницу Петра Великого. Наверное, более несчастного человека в семье Романовых, чем эта племянница Петра, тогда и не было. Анна Иоанновна, дочь старшего царского брата Ивана, она рано потеряла отца, в 17 лет стала вдовой. И жила не в России, а на Чужбине, в столице Курлянского герцогства Митави, нынешняя Елгава. Лишь спокойной императрице Екатерина I у нее были теплые отношения. «Ей-ей, у меня, кроме тебя, свет мой, нет никакой надежды, и вручаю я себя в милость твою материнскую». Так писала и Курлянская герцогиня в Петербург. Именно поэтому, когда русский престол опустел, умерли царь Петр, его жена Екатерина, Петр II, главные вельможи России решили сами избрать нового монарха, и выбор их пал на затворницу из Курляндии. Члены Верховного Тайного Совета рассудили цинично. Если выбрать эту одинокую несчастную женщину на трон, она будет их слушать. Князь Голицын без обидников и заявил. «Ваша воля, кого изволите, только надо и себе полегчить». «Как это себе полегчить?» – спросил канцлер Головкин. «А так полегчить, чтобы воли себе прибавить». Верховники составили и своеобразный договор с будущей императрицей. Кондиции, то есть условия, которые она должна была соблюсти. 20 января делегация выехала в Метаву, 28-го Анна подписала кондиции. Но план Тайного Совета очень скоро развалился. Уже весной простое дворянство убедило императрицу кондиции разорвать. И те пункты и обеличество при всем народе изволило приняв и задрать. Бедная Петровская племянница вернула трону всю его в власть. 30 января 1934 года стратостат «Осо Авиахим-1» достиг рекордных 22 км высоты. В 1937 году стратостат «СССР-1» побил мировой рекорд высоты – 19 км. Выше человек не поднимался никогда и ни на чем. И это был первый рекорд, поставленный Советским Союзом в какой-либо сфере. Стратонавтов чествовали как героев. «Смелым вашим полетом вы подняли свою страну еще выше в глазах пролетариата всего мира и в глазах всех честных людей», – так писал Максим Горький. Еще через год запустили аппарат «Осо Авиахим-1». Экипаж из трех человек под руководством Павла Фидосеенко нацелился на 20,5 км. Помимо прочего, никто раньше не поднимался в стратосферу зимой. Слишком опасно. И вот взлет. Фидосеенко радостно рапортовал на Землю, что берет рекорд. В ответ шли сообщения с предложением не останавливаться, развивать успех. Но на борту уже были неполадки. Радио забарахлило, балласт израсходовали, шар стал терять газ. «Осо Авиахим-1» покорил 22 км. Но потом связь пропала. Только радиолюбитель из Гомеля поймал последнее небесное сообщение. «Стратостат попал в зону осадков, обледенел. Мы находимся в безвыходном положении. Облепленный льдом, падаем, ждем удара. Два моих товарища в скверном состоянии. Кончаю, скоро удар». «Стратостат» рухнул в Мордовии. Позже его пилотов посмертно наградят званием героев. Но от запусков «Стратостатов» не отказались. Советскому Союзу нужны были новые рекорды. В этот день, 30 января, родились. Иван Турчининов, он же Джон Безил Турчин. Русский офицер, участник Крымской войны. Он оказался в США, где-то служился до звания генерала. Глеб Котельников, изобретатель парашюта. Исаак Дунаевский, композитор, автор музыки их знаменитым советским кинофильмом. Дунаевский обрел всесоюзную славу рано. Ему было около 30, когда он стал главным дирижером ленинградского мюзик-холла. И завел дружбу с «Голосом эпохи» Леонидом Утесовым. Вместе они открыли молодому советскому государству джаз. И, конечно, работа в кино. С режиссером Григорием Александровым они изобрели новый жанр – советская музыкальная комедия. Первым таким фильмом стали «Веселые ребята», как раз с Утесовым в главной роли. А далее череда хитов – «Три товарища», «Дети капитана Гранта», «Цирк» и, конечно, «Волга-Волга». Дмитрий Шестакович, хороший его друг, считал музыку для кинолент разбазариванием великого таланта. Та же увертюра из «Детей капитана Гранта», по мнению Шестаковича, должна была стать симфонией. А вот сам Дунаевский был другого мнения. Могли бы вы 35 лет тому назад думать, что маленький музыкант, поклонник Бетховена, Чайковского, Брамса и Бородина сможет стать мастером легкого жанра. Но именно моя солидная музыкальная закваска помогла мне и помогает творить легкую музыку серьезными средствами. Таким был этот день 30 января.